Эпидемия это время вывела вперед людей низких профессий, как говорилось. Например, водителей, медсестер, доставщиков и кассиров. Сейчас главный человек тот, который до дверей довозит. Связывает нас. Да, связывает нас. Опрос был. 97% помощники по хозяйству, персонал по уходу за больными, медсестры и акушеры, продавцы и так далее, и так далее. То есть последние 30 лет все было наоборот. Человек с дипломом, с тремя образованиями, с кандидатской докторской диссертацией и так далее. Профессура, они считались довольно такими необходимыми, важными людьми. И вдруг сейчас вперед вышли вот эти, как вы говорите, необходимые, простые профессии. Природа сама, наше общество распределит необходимое количество профессий и по количеству, и по качеству. Уйдут, закроются лишние университеты, специальности и все прочее. То есть все эти люди лишатся профессии? Ну не все, существует огромное количество профессий, которых мы нуждаемся и ценим квалификацию. Мы должны строить дома, нужны инженера и техники, и технологи, и все прочее. Мы должны выпускать машины и все, но не перегружать себя излишествами ни в чем. Вот это самое главное, что вирус должен сделать в нас, он должен дать человеку ощущение достаточности, насыщенности, наполненности. Мы должны видеть во всем необходимость. И насколько. То есть все будет направлено на то, чтобы вот к этой необходимости прийти и не больше. Да? На что? На оптимизацию. Это главный закон природы. Взаимодействие между ее частями интегрально, взаимным дополнением, правильным, аккуратным. Когда ты делаешь все, что необходимо другому, а другое делает то, что необходимо тебе, и таким образом вы совмещаетесь. Кого вы в таком мире называете ученым, например? Ученый, который понимает этот принцип интегральности природы и может его применять, ну, по крайней мере, в какой-то области своей, а может быть, во всем. Самое главное – это понимать принцип интегральности природы, когда все, что делается, делается для того, чтобы дополнить ее до интегральности, до круга, до шара. Кого ее? Природу. Природу? Да. И таким образом мы должны в ней участвовать. Мы должны только ее дополнять. Вот где-то нужна такая профессия? Может быть, нужна. В каком количестве, в каком качестве, в каком ракурсе и так далее. Нет? Так нет. Убираем. Любые профессии. Все может быть необходимо. Подхожу с точки зрения, что не понимаю в этом ничего. Но давайте попробуем разобраться. Для этого необходимы действительно вдумчивые, правильные взаимоотношения между людьми, когда они смотрят с точки зрения правильности их объединения в единое общество. Какие, считаете, вы профессии будут самые важные в этом новом? Самые важные профессии, которые именно этому обучают. Которые обучают правильному взаимодействию людей между собой в их оптимальном, нечрезмерном дополнении друг к другу.